В эфире ударные новости. Самые интересные и значимые события в мире спортивных единоборств и боевых искусств за прошедшую неделю. В четверг 20 сентября в московском клубе «Милк» состоялся шестой турнир по кикбоксингу «W5 Fighter». Сильнейшие бойцы из России и других стран сражались за выход в следующий раунд соревнований. Одним из центральных поединков вечера стал бой в весовой категории до 75 килограммов между россиянином Александром Суршко и украинцем Константином Жерносеком. По итогам четвертого раунда судьи отдали победу Жерносеку, который вышел в четвертьфинал. В самом ожидаемом поединке вечера главный редактор телеканала «Боец», обладатель первого дана по кёку-щенкай карате Игорь Рязанцев, встретился в ринге с коллегой из журнала «Файтман» Андреем Пичушкиным, экс-чемпионом мира по кёку-щенкай. На протяжении всего поединка главный редактор журнала «Файтман» работал первым номером, оказывая на Игоря Рязанцева серьезное давление. Однако Игорь не собирался сдаваться. Он действовал вторым номером, отстреливаясь контратаками. И в итоге судьи все же отдали предпочтение Андрею. В заключительном поединке вечера сошлись россиянин Константин Серебренников и представитель Марокко Мохаммед Медхар. С первых секунд боя марокканец захватил инициативу, обстреливая Константина жесткими ударами на средней и ближней дистанции. Серебренников неплохо действовал издали, но в размене все равно явно проигрывал напористому сопернику. Судейские записки зафиксировали разгром. Мохаммед Медхар уехал в Голландию заслуженным кубком победителя. Федор Емельяненко закончил спортивную карьеру после боя с Педро Хизу. Однако уходить из спорта легендарный боец не планирует. Три месяца назад он возглавил вновь созданную организацию «Союз ММА России». Теперь уже в роли официального лица Федор собрал пресс-конференцию, на которой совместно с Вадимом Финкельштейном рассказал о первом чемпионате страны по смешанным единоборствам среди любителей. Выставлять можно не более шести спортсменов по одному в каждой весовой категории. Турнир пройдет в конце сентября в подмосковном городе Чехов. А финальные встречи будут включены в файт-карт профессионального вечера М1 Челлендж. Главным событием этого бойцовского вечера станет бой между другими участниками пресс-конференции – Александром Емельяненко и Константином Глуховым. Александр буквально на несколько часов прилетел из Кисловодска, где идут сборы. Он обещал к этой встрече подойти в отличной форме, а Константину пожелал не жалеть себя в бою. Глухов сказал, что Емельяненко-младший – очень серьезный соперник, и потому надо настраиваться на серьезный бой. Была еще одна тема, которая не могла пройти мимо встречи с журналистами – юбилейная дата развития смешанных единоборств в России. В этом году исполняется 15 лет с момента проведения первого профессионального турнира в Санкт-Петербурге. И в качестве подарка для всех поклонников жестких единоборств Вадим Финкельштейн приготовил пять титульных поединков с участием лучших бойцов. Встретятся они по старой доброй традиции в северной столице 15 ноября. Телеканал «Боец» начал трансляцию очередной серии уже ставшего популярным бойцовского реалити-шоу «М1 Файтер» второй сезон. Как и в первой части, для участия в этом шоу было отобрано 30 бойцов в трех весовых категориях, которые на протяжении нескольких месяцев будут жить, тренироваться и проводить поединки под прицелом телекамер. Ведущими проекта стали Алина Арц и легендарный боец смешанного стиля Сергей Харитонов. В ходе проекта бойцы дважды выйдут на ринг в четвертьфинальных и полуфинальных поединках, в результате которых определяются участники финала. В финал реалити-шоу выйдут по два бойца в трех весовых категориях, и именно они будут биться за звание победителя проекта. Финальные поединки проекта «М1 Файтер» пройдут в прямом эфире на канале «Боец». Итак, второй сезон открыт. Каждое воскресенье в 19.00 на телеканале «Боец» смотрите премьерные серии бойцовского реалити-шоу «М1 Файтер». Второй сезон. На арене универсального спортивного комплекса «Крылья Советов» прошел первый турнир отделения Московской области Союза смешанных единоборств ММА России. 42 спортсмена из 9 клубов смешанных единоборств Московской области боролись за победу и право попасть в следующий этап соревнований. Несмотря на то, что этот турнир – дебют для федерации ММА Московской области, зрительский интерес даже превзошел ожидания организаторов. В качестве почетных гостей турнир посетили президент Союза смешанных боевых единоборств ММА России Федор Емельяненко, вице-президент этого же Союза Вадим Финкельштейн, олимпийский чемпион по боксу Александр Лебзяк, а также мастер боевых искусств Сергей Бадюк. По итогам турнира была сформирована сборная Московской области, которая будет выступать на чемпионате России. Он пройдет в Москве с 28 по 30 сентября. Подробности о чемпионате России в следующих выпусках ударных новостей. В Московском центре боевых искусств на Варшавском шоссе прошел вечер профессионального бокса. Байкальский бой. Все средства от мероприятия пойдут на финансирование очистки берегов озера Байкал. В первом бою в категории до 57 килограммов Николай Потапов из Подольска встретился с Роберто Сантос Хесусом из Бразилии. Во втором раунде Николай сумел мощным боковым по корпусу отправить бразильца в нокдаун и буквально через минуту оформил дубль. Начисто выбил из боя своего оппонента. Во втором бою в полутяжелом весе Игорь Михалкин из Иркутска сошелся с чемпионом Уганды Ханза Вандер. Под конец первого раунда буквально на последней секунде наш боец отправил противника в нокдаун, но добить сумел лишь в шестом раунде. После мощнейшей атаки угандийский чемпион опустил руки и буквально повис на канатах. И наконец в главном бою вечера за звание чемпиона мира по версии IBO в первом полулегком весе в 12-раундовом бою встретились российский боксер Александр Бахтин и филиппинец Ролли Гаско. К середине боя Гаско активизировался и несколько раз ощутимо пробил защиту Бахтина. Однако оставшиеся раунды филиппинский боец постоянно сковывал атаки Александра, буквально вис на руках, не давал бить и изматывал. Но при этом время от времени пропускал удары в голову. В результате Александр Бахтин одержал победу по очкам и стал чемпионом мира по версии IBO. Это были ударные новости на телеканале Боец. Смотрите нас на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok